В те времена был слышен идиш, теперь такого не услышишь. Остались нам истории людей, воспоминания минувших дней. Там, где стоят машины по ту сторону базара, к парку, там стояли лошади. Приезжали с Волгейма, отовсюду на лошадях приезжали. И что они, они, значит, оставляли своих лошадок и шли продавать молоко, все овощи. Овес там оставляли в торбах, привязывали на голову, в воду, ведерко с водой. А теперь машины стоят, а то ведь лошади стояли и сено там прикладывали в яслию. Конечно, город совсем другой делается, совсем другой. Обустраивается, не квакают лягушки. А там, где был дом пионеров, там была остановка автобуса. И такое было болото. Как он выйдет с автобуса, квакают лягушки. Тут начинает, там кончает, буквально, когда первое, мы сами все это засыпали. Ну и после этого, дом пионеров был, после театра, когда, ну, знаете, космополитов объявили, евреи стали вдруг космополитами, вот, стал дом пионеров. Потом построили дом пионеров там, где он есть, там, где, значит, центр творчества детского. И, конечно, город совсем-совсем другой. Сын у меня второй. Родился здесь, вырос здесь, учился в Хабаровске, приехал, ну, потом уехал в Израиль. И когда он приезжает, он спрашивает, а что это, а какая это улица, а куда идти, а где это находится. Я ему говорю, вот ЗАГС там, где, какой ЗАГС, вот, новое здание, а там, где ему пришлось идти в энергосбыт, а там, где красное здание. Слушайте, говорит, совсем у вас другой, мам, дед, всю жизнь вырос ребенок. Вы знаете, я не люблю, я была и в Венгрии, и в больших городах, я 7 раз была в Москве, я много путешествовала с ребятами, тогда профсоюзные давали возможности ездить, я в Хабаровске выросла, мы в годы войны переехали сюда, в Волгейм жить, нас родственники вытащили, мы там одни оставались, папу должны были забрать, он призывного возраста был. Но я, я не могу, я говорю, в нашем Виробиджане лучше, хоть он не такой большой город, но в нашем Виробиджане лучше. В Волгейм мне 31 год жила, здесь 49 лет живу, вот так, всю жизнь прожила в родном городе, сейчас считаю, уже в Виробиджане. Да, во время войны, в 43-44 год я работала в колхозе на полях, я лезь тружеником тыла, вот мне ставили медаль, недавно вручили мне в седьмую школу, я там, это, в учебе в Ворожбидос, так я работала во время войны в колхозе. Трудное было время, голодали, было, я не знаю, все, мама меня растила, еще мне один брат был, он был тоже учителем в школе, его женя, это, он шел из жизни уже в 71-м году, это уже 39 лет, как его нет. Мама, мы с мамой там жили вдвоем, было очень тяжело, ну, папа в 38-м году репрессирован был, было очень нам тяжело жить, и материального, да, все не хватало, все такое время, и послевоенное время было очень тяжело, карточная система была, все по карточкам, нам мы получали хлеб, выдавали по карточкам, по 200 грамм хлеба, да, голод. Вот я там и в Алгемии, все детство мое прошло в Алгемии, все я знаю, и там выросла, и замуж вышла. В 46-м году я пошла работать, поступила работать на почту телефонисткой, работала там 13 лет, в 46-м году. 13 лет я там работала, а мы потом сюда приехали в 61-м году, поступила работать в пожарную охрану диспетчером, работала там я 19 лет, потом стало сокращение, так как стала войнизирована пожарная охрана, стала в 81-м году войнизирована, и поступила работать на телеграф, телеграфисткой, работала я там 9 лет, и ушла туда на пенсию, в 85-м году ушла на пенсию, телеграфа. Телеграфу мне тоже всегда звонят, вот мне открыточки присылают, вот стоят открытки на Новый год, 8 марта, Дальсвязь, это у нас Дальсвязь, да. Ну этот город для меня является всем. Я прожила здесь всю мою жизнь, начиная от рождения, я отсюда не уезжала, и родственники мои, практически все здесь, уехал только один брат, так что этот город для меня является всем. Этот город был всем и для моего отца, потому что приехав сюда 19-летним мальчишкой и вложив такой труд в развитие кулинарного искусства, в наш город были даже люди, которые приезжали специально пообедать в нашем ресторане, понимаете, в центральном ресторане. Если люди однажды пообедали здесь, они приезжали сюда повторно, чтобы только пообедать, значит, у Блехмана. Настолько славилась вот еврейская национальная кухня, которая была в нашем городе. Так что город этот для меня является всем. Это моя жизнь, моя жизнь здесь вся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok